Добрый день! Графова Людмила Александровна. В Красноармейске уже открыт офис Мособл-Еирц. Напротив находится у нас, через дорогу, это торговый центр «Березками», крайне Северный, 17, первый этаж. Значит, в нашей квитанции появятся услуги те, которые у нас были в квитанциях зеленых, которые вы получали. И со временем в течение года у нас появится и электроэнергия, отвечая на предыдущий вопрос, и газ. Переход у нас постепенный будет, поэтому мы хотим перейти пока с теми услугами, которые у нас есть, чтобы каждый житель мог сравнить квитанцию свою с предыдущей, увидеть начисления. В начислениях появится новая строка по коммунальной услуге, обращение с ТКО регионального оператора Харти. Появится новая строка «Долг прошлых периодов». Это долги, которые остались за управляющими компаниями и ресурсоснабжающими компаниями, которые в настоящий момент уже не оказывают услуги. Например, МУПСКИ оказывал услугу по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению. Теперь это будет одной строкой «Долг прошлых периодов», у кого остались долги. У кого задолженности нет, все останется так же, как и было в квитанции. Мы работаем 6 дней в неделю, с понедельника по пятницу, с 9 утра до 18, и в субботу мы работаем с 9 до 15 часов. У нас расширяются возможности в связи с входом областной структуры в город. У нас будут личные кабинеты, терминалы, в которых принимается оплата беспроцентная везде. Все банки, например, Сбербанк, Почтобанк, принимают оплату тоже без процентов. Если у жителей возникнут какие-либо вопросы по начислениям, по передаче счетчиков, первые 2-3 месяца у нас будет работать отдельный телефон, номер телефона. Не общий? Ну, мало ли, какие-то вопросы возникнут. Мы передадим эти номера телефонов в ЕДДС, во все мессенджеры, во все, ну, я не знаю, ВКонтакте, на сайте. Везде будет эта информация. В газете, по телевидению. То есть каждый житель сможет получить консультацию по всем своим вопросам. Приходят квитанции с теми услугами, которые у нас были. Нам надо войти, перенести из одной программы в другую, устранить все неточности, которые у нас могут появиться. И прошу жителей, конечно, с пониманием отнестись. Нам надо наладить месяц эту работу, и дальше все пойдет так же, как оно и шло. По поводу новых услуг. Есть дорожные карты по вхождению в каждые услуги. Пока они не утверждены. Но я думаю, что они будут в течение года у нас включены в квитанцию. Спасибо. Уже жители к нам входят. Режим работы, назовите, пожалуйста. Что? Режим работы. Режим работы с 9 до 18. Ну, у нас до последнего клиента считается режим работы, окончание рабочего дня. И субботу мы работаем, каждую субботу с 9 до 15. Я вас спросила о том, единственный ли это? Это единственный офис по приему жителей. Но у нас остаются исторические кассы, которые у нас существовали по проспекту Испытатель-16 и ЧКО-14. Кассы остаются, будут принимать квитанции. Все банкоматы, которые у нас на территории, без процентов. Все банки на территории Красноармейска без процентов. Через личный кабинет оплата без процентов. А вот опять-таки по личному кабинету вопрос. Если у кого-то возникнет сложность с тем, чтобы организовать такой кабинет для себя. Заходите к нам в офис, мы поможем, заместим личный кабинет. Сегодня у вас работают в этом офисе, я увидела, трех сотрудников, да? Три сотрудников на приеме, всего пять человек там работают. Понятно.